В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Владимир Михайлович, пожалуйста, объясните простыми словами, в чем по определению ООН заключается устойчивое развитие? В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по глобальному переустройству мира, она называется «Повестка дня 2030 года». Если сказать по-простому, то устойчивое развитие – это такой процесс, при котором мы получаем развитие общества без ухудшения экологической ситуации и нанесения вреда здоровью людей. Это двумя словами, если сказать. Мы должны развивать благосостояние своего государства так, чтобы оставить экологию на таком же уровне и ухудшить, и здоровью нанести именно развитию промышленности. И здоровью, жизни и развитию будущих поколений в том числе? Да, да. С учетом, чтобы еще будущее поколение могло бы попользоваться именно вот этими благами. И не одно поколение. И не одно, да. Владимир Михайлович, возможно, среднестатистический белорус задастся вопросом, что я один могу сделать для планеты? Он опустит руки и будет неправ. Почему? Каждый человек может внести свой вклад. Но когда все вместе, государственные структуры, общественные организации будут работать в этом направлении, от этого мы получим хороший результат. И уже есть подтверждение этому. На сегодняшний день мы вторичные материальные ресурсы уже перерабатываем в пределах 30%. Вы имеете в виду Гомельскую область? Да, Гомельская область. А чуть ранее? Да, вот лет 5-6 назад мы где-то были на уровне 18%, сейчас уже 28%. Вот это результат всех наших усилий, государственных, общественных и лично каждого человека нашей области. Один из пунктов программы, одна из целей устойчивого развития – это чистая вода и санитария. Скажите, пожалуйста, почему Ассоциация детей и молодежи уделяет огромное внимание просвещению в этой области? Да, действительно, наша организация уделяет большое внимание состоянию водных ресурсов, комплексному управлению этими водными ресурсами, потому что наши жители считают, что состояние водных ресурсов напрямую связано со здоровьем нашего населения. Вы проводили такие исследования? Да, совершенно верно. При опросе населения они всегда ставят в число первых трех вопросов состояние водных ресурсов. Вода – это наше здоровье, все говорят, поэтому мы пытаемся уберечь наше население, предупредить его о состоянии водных ресурсов и привлекаем к экономии, к сбережению и комплексному управлению водными ресурсами, что напрямую связано будет с их здоровьем. Всех и каждого. Да, и всех и каждого. Воду все пьют. Владимир Михайлович, новые вызовы в области использования водных ресурсов, они всегда появляются. С каждым годом появляются все новые и новые проблемы. Каковы пути их решения? Много проблем с водой, но на сегодняшний день в Европе разрабатываются водные стратегии, Беларусь тоже входит в эту водную стратегию, у нас сейчас создаются бассейновые советы, которые будут заниматься этой проблемой управлением водными ресурсами. Мы тоже подключаемся к этой работе. На сегодняшний день появляются новые проблемы, так как наша промышленность, развитие техники, промышленности не стоит на месте, появляются разные новые технологии. И вот сейчас встал вопрос, это совершенно новый вопрос для Беларуси, это загрязнение водных ресурсов микропластиком. Что такое микропластик? Микропластик – это мелкие частицы синтетических каких-то веществ. Главным образом – это наша одежда. При стирке эти микроволокна вымываются и попадают в водные ресурсы. Этот микропластик накапливается в организмах животных, рыбы, и потом таким образом попадает к нам в организм. Мы употребляем в пищу то, что выбросили. Да, мы вот выбросили и оказывается, мы это съели. Второй загрязнитель большой – это наша косметика, косметическая промышленность. На сегодняшний день, если посмотреть, взять тюбик скраба, то там находится больше 300 тысяч микрогранулов этого микропластика. И он тоже оказывается в океанах, в реках, в озерах, этот микропластик. И подсчитано, что среднеевропеец в год в среднем употребляет больше 11 тысяч гранулов микропластика. Мусор, который оставляем мы на берегах рек, озер, в лесах, в зеленых зонах, он тоже попадает к нам в организм. Поэтому вот проблем с этим микропластиком много, их надо решать. Определена ли степень опасности концентрации микропластика в организме человека? Или эти исследования еще так серьезно не проводились? Ну, на сегодняшний день, да, мы не знаем предельно, допустим, концентрации микропластика в организме. Но мы знаем, что микропластик – это вещество, которое не растворяется, накапливается в нашем организме. А также микропластик, он ассорбирует на себя другие вещества, загрязнители разные, ядовитые вещества. И тоже вместе с ними накапливается в нашем организме. Естественно, он нежелательно быть в нашем организме, и он вредно может сказываться на здоровье. Владимир Михайлович, а как же противостоять накоплению микропластика в воде, в почве, ну и в итоге в организме человека? Допустим, наши очистные сооружения пока с пластиком не справляются, не могут очищать пластик. В связи с тем, что это очень мелкие вещества, частицы, они проходят через фильтры. Каждый из нас должен уменьшить употребление предметов, предметов, состоящих из пластика. Это главным образом. Бутылки, пакеты, пластмассовые, полиэтилены, это одноразовая посуда. Есть много способов, при помощи которых мы можем позаботиться о своем здоровье. Это в том числе и наш выбор должен падать на одежду из натуральных материалов. Да, конечно, да, совершенно верно, что лучше природные натуральные материалы носить и пользоваться ими. Мы начали исследование, ну, такое примитивное, примитивным способом, в качестве образовательных мероприятий. Исследуем наличие микропластика в воде. Вот мы в САЖЕ уже несколько раз вместе со студентами, учащимися, занимались этим исследованием. Да, действительно, наши исследования показали, что и у нас в САЖЕ тоже есть наличие микропластика. Ну, если на берегах озер и рек лежат пластиковые бутылки, которые бросили несознательные граждане, то, естественно, микропластик будет обнаружен. Ну, вот мы исследуем, оно такое нехитрое приспособление, две втулки, сетка с разными размерами ячеек, через которые проходит вода. Мы проливаем большое количество воды, там, 100 литров, 200 литров, а потом эти сетки сдаем в специальную лабораторию, которые нам определяют наличие микропластика. Владимир Михайлович, ну, и наверняка профилактическая работа – это волонтерское движение, да, это сбор пластиковых отходов по берегам рек и других водоемов. Ну, да, естественно, мы каждый год по несколько раз, даже в год проводим массовые экологические акции, приглашаем наших волонтеров, жителей, всех желающих поучаствовать в уборке береговых зон, зеленых зон, от пластика, пластмассы, пластика, полиэтилена, которые можно будет сдать на переработку. Это, конечно, будет способствовать улучшению окружающей среды, ну, и улучшению нашего здоровья. Благодарю вас, Владимир Михайлович, всего доброго и до следующей встречи. Спасибо большое. Призываем всех вести дружественный экологический образ жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова